здравствуйте сергей кудренко для своего сайта кудренко info это 14 скринкаст по заявленной теме вот эта тема интернет магазина php плюс объектно ориентированное программирование плюс мвс мы занимались последний 13 скринкаст выводом товаров на экран в общем я в конце выложил ссылка на наработанный материал в общем по ходу того я протестировал поподробнее то что я сделал выяснились некоторые баги некоторые такие неточности ну например давайте посмотрим если мы тут например в ссылку введем например не один а например то сколько не будет в базе данных по данной категории ну например там 55 ну ничего не отразилось но на страницу такая такая не страница не найдено не перебросила на get era в принципе такой можно сказать недочет то же самое если например я перейду на категорию которая не существует в базе данных ну например 4 опять же тут что-то выскочила явных ошибок нет но тем не менее еще тут такой момент когда я перехожу сюда на категорию то я перехожу на 1 то есть выборка идет не с нулевой не с нуля а с единицы то есть здесь надо же будет подставить нолик но сначала займемся вот этим вот вопросом потом там подставим нолик потом пойдем дальше ну я тут я тут посмотрел что можно сделать в принципе ничего сложного нету давайте перейдем в моду 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 это наш файл где находится класс моду моду при чпе в папке классы класс и вот здесь вот давайте сделаем такую небольшую проверочку вот здесь вот после создание переменной пейджис и там где мы делим получаем делим то что по категории получились базы данных переменную роу делим на количество выводов для того чтобы потом определить сколько на выводить в навигации под женой шин вот здесь вот давайте мы сделаем такую проверку напишем и и в и в то что у нас попадает в url 2 то есть это будет как раз отвечать за вот это под женой шин за навигацию url 2 и если это все больше или равно переменной роу то есть в общее количество записи в базе данных поставим тут так вот переменную роу ру по данной категории то мы здесь пропишем в этом случае мы у нас уже есть видите объект контроллер объекта класса контроллер поэтому мы пишем контроллер 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 и перебрасываемся на метод get error то есть должно нас вывести такой страницы не обнаружено и кроме того здесь пишем тут вывод из выход из функции из метода return return пишем фалсы . запятой так здесь вот так вот и еще давайте в контроллере чуть-чуть доработаем так а здесь давайте сделаем вот так вот это я перенесу чуть чуть-чуть вверх вставить и вот тут вот напишу таким образом если если их мод 2 ну вот то что мы получаем от этого метода get page мод 2 2 у нас фалсы фалсы то в этом случае ретурн фалсы ретурн фалсы 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 точка запятой ну здесь тоже внизу можно тоже написать ретурн фалса нам ничего от этой функции пока не надо фалсы фалсы так давайте посмотрим что у нас получилось итак я перегружаю страница не найдена переходим по категории например вводим сюда например 55 тоже самое страница не найдена там переходим по категории по какой-то здесь много выводов например здесь вводим категории которые не существует например 5 страница не найдено ну такой устранили недочётик еще надо вот здесь вот посмотрите у меня здесь подсвечивается 1 когда вот это единичка в то время когда из базы данного достаем массив у нас отсчет начинается с нуля даже если я сюда вот например нажму то вот видите здесь подставится нолик поэтому здесь надо в ссылке прописать тоже в конце ноль давайте это сделаем перейдем у нас в папке views goods и вот там где-то это извините не в гудс а в меню left меню и вот здесь вот там где у нас в конце в конце шла единичка поставим в конце нолик сохраняем посмотрим что получилось я перегружаю перехожу по категориям так все вроде нормально работает так этим мы немножко продолжим дальше занимаемся немножко стилями стилями css так переходим в файл папку public css default и вот тут если мы посмотрим в goods то вот здесь вот у нас вывод ответить за вывод отвечает id page идентификатор page поэтому мы здесь напишем правило для него напишем переместим по центру блока навигацию пишем так page page там у нас идет дальше п потому что он в параграфах параграфик в тегах параграфов и пишем так текст текст олеган line центр 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 так и то же самое мы уберем подчеркивание у ссылок и придали мне цвет общий для всего текста пишем так page 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 p и ссылка для ссылки здесь мы пишем color 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 двоеточие поставим 3 3 3 и уберем подчеркивание пишем text decoration text decoration 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 но не точка с запятой давайте посмотрим что у нас получилось мы перегружаем так вот видите переместилась по центру и у нас бралось подчеркивание и цвет стал такой же как общего цвет фона для всего текста на сайте так ну на этом наверное я этот 14 скринкаст закончил дальше перейдем в следующий в конце я тоже выложу код спасибо за внимание сергей кудренко т 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